здравствуйте друзья я рад приветствовать всех на моем канале сегодня у меня очень такой большой обзор по поводу собравшиеся вот такой публики 6 и 34 бмв от разных производителей но как бы не все от разных но они все разные в общем то есть четыре модели от компании otto вот они идут у нас здесь и одна модель кат мини чемс и вот самая последняя которая у нас вышла эта модель от компании mcg все естественно это 18 масштаб все модели меня абсолютно новые все модели в коробках и в принципе они абсолютно без каких-либо косяков то есть не царапин ничего 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 у них нет все модели в новом состоянии на каждую из этих моделей на моем канале есть обзор вы можете зайти посмотреть любая из них я индивидуально про каждую рассказывал но сейчас мне хочется просто немножко сравнить вот самую последнюю самую доступную скажем так модель это естественно от компании mcg вот такая вот в золотистом цвете пятерочка которая появилась и вышла как как вообще недавно то есть наверное около месяца назад как они уже начали появляться у на на форумах на ребята начали обсуждать но и еще кто-то до сих пор получает в принципе можно приобрести цена на эту модель сейчас составляет 65 фунтов стерлингов то есть это примерно чуть больше 70 евро вот эти конечно же модели гораздо дороже вот здесь цены в 3 а некоторые даже в четыре раза дороже чем вот эта моделька стоит ли вот все эти модели стоят ли они стоит ли за них переплачивать или можно приобрести вот такую вот копию от компании mcg за в принципе адекватные разумные деньги ну что сказать на каждый на каждый такой вот каждый раз я себе в принципе отвечал на этот вопрос а за что я заплатил там 200 евро 200 фунтов 200 с чем-то фунтов то есть вы знаете я себе дал находил ответ на этот вопрос мне не давало спать не эта модель не вот это я иногда просыпался вставал смотрел на нее общем-то где-то переставлял поворачивал вот меня как-то к ним легла душа и как-то в общем-то здорово я себя понимаю ощущал что ну вот у меня есть хорошие отличные копии я просто очень долгое время ездил на пятерки и 34 вот у меня был вариант универсал но был вот в таком ярко-красном цвете естественно это не м5 я говорю про более земную модель поэтому долгое время и скажу так что я очень сильно полюбил и кузов и машину ну естественно вот собственно результат это теперь собрание вот таких моделей ну что давайте по порядку я не буду сейчас говорить о плюсах минусах модели от компании mcg это все уже есть на моем обзоре там я немножко рассказываю про все это дело но вы знаете хочется и начать сравнивать но с другой стороны ты понимаешь что в принципе сравнивать с кем вот с этими моделями довольно тяжело ребята честно настолько тяжело что не то что я там слов не найду или что-то просто это выглядят они все да как я 34 но все разные ребят все просто вот они 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 не похожи до кажется но на самом деле нет каждая пара по-своему даже вот если мы берем модели от отто они все тоже разные вот сделано каждый кажется что но что вот м5 может отличаться там сильно вот от м5 универсала очень сильно отличаются да вот там да понятно там диски зеркала обвес бампер там да где-то все это похоже но здесь узкая морда здесь широкая морда альпины тоже узкая морда у харги тоже узкая морда здесь они сделали широкую морду умение чем тоже узкая но сразу же хочу отметить то что я вроде на своем обзоре не сказал может быть обнаружил чуть позже вот смотрите они при продаже по то есть вы видите когда вы начинаете приобретать или хотите приобрести да вы читаете описание модели все у вас там идет 1992 год вот такая модель там 530 неважно они начинаются да с 530 есть у них версия 535 в другом цвете и версия 540 в черном цвете но они абсолютно одинаковые там сравнивал смотрел ничего выбрал себе просто потому что вот но 530 во первых у меня тут самое минимальное то вот 535 варианта мини чем поэтому я не взял уже еще одну 535 ну и вот было бы на самом деле здорово я себя взял 535 я потом просто по это подумал но смотрите здесь у нас 80-е годы конец 80-х здесь у нас как они говорят 92 год ребята на 92 году не было вот такой узкой морды я ездил на модели на машине которая была 93 года у меня была узкая морда и у меня были вот такие зеркала такая вот широкие ноздри пошли такие широкие ноздри пошли уже только с 94 года и в основном были на моделях 94 95 96 годов у кого у нас тут еще есть такое вот только у универсала такая же широкая поэтому в принципе чисто визуально мы можем сравнить только вот с версии до универсала но как ее сравнить объясните мне вот что здесь можно сравнивать когда цены на эти модели 250 плюс и 70 но не знаю и хотелось бы но все очень-очень сильно разница конечно же оптика у нас но вот вот то просто идеальная на мой взгляд здесь придраться вообще не к чему но у модели от mcg очень много нюансов и скорее что больше минусов чем плюсов но если как хотите но мне кажется что это очень неплохая игрушка просто игрушка и и можно там детям давать там до одиннадцать лет десять восемь которые уже понимают которые не буду там от лаван зеркала кла себе в рот и в принципе она подходит для этого абсолютно да вот с ней там поиграться но дорогая игрушка согласен но это конечно же уже коллекционные модели поэтому я считаю что модель от mcg никак не может претендовать на версию коллекционной модели да она будет смотреться вместе с ними на полке но с большого расстояния вы в принципе можете сказать что да неплохо да как-то здорово дополняют друг друга но если вы начнете ближайшее рассмотрение допустим да то здесь конечно очень много нюансов очень просто и по салону и по внешке и по колесам и по ну пластику вообще тут нюанс просто на нюансе на каждую из этих моделей повторяю что у меня есть обзор на моем канале то есть я про каждую из них рассказывал поэтому за каждую сейчас не буду говорить не за диски не за резину не за там покраску они все шикарно сделаны качество обалденное вот а я еще раз говорю что я все-таки фанатею от этого бренда но когда появился мини чем с я сказал что мини чем с тоже достойно да вот именно это первая версия тоже достойная модель очень хорошо качественно сделано без каких-либо косяков все очень отлично в этой модели но опять же вот сравнить сравнить нельзя нельзя сравнивать мини чем с нельзя сравнивать с отто нельзя сравнивать даже вот эту альпину с этой м5 они абсолютно разные на самом деле это все и 34 но все разные хотелось бы но ребят нет нельзя этим заниматься это модели которые могут стоять вместе на полке но вы можете какую-то из них любить больше какую-то меньше какую-то можете протирать какую-то просто поставить в угол и в общем-то да нет принципе протирать надо все но но не знаю ну вот эта игрушка просто на мой взгляд не хватило им немножко немножко много не хватило до до названия коллекционной модели поэтому давайте еще сделаем такой вот реверанс давайте всех повернем потому что мы их посмотрели спереди и и просто наглядно посмотрим теперь все сзади чтобы стало просто интересней задняя оптика как у них у всех опять же это все разные машины сейчас вы все в этом все в этом убедитесь потому что не сделались даже не по не под ним лекалом то есть все вот давайте начнем так вот у нас 5 пошла альпина пошла где-то похоже да где-то что-то еще здесь оптика вот у нас здесь уже белые прозрачные поворотники но про универсал здесь у нас вообще другие фары здесь ребята здесь ребята сделали так что я просто до сих пор не понимаю зачем и как вот видите да эти окантовочку по по краю я про это говорил на своем обзоре тоже что зачем-то они это сделали ну и вот вариант мини чемпс все довольно просто единственное что у мини чемпс конечно им бы вот эти черные точки поубирать как-то придумывать нормальные крепления и все вот посмотрите самый идеальный вариант это конечно отто вот ничего нету никаких креплений да и здесь в принципе вот посмотрите тоже они сделали у них в принципе все получилось ну неплохо не не самый ужас но зачем вот эти вот черные как-то я не даже не мог понять что это такое ну хочу хочу сказать что я вот сравнил бы но сами понимаете что это все разное вообще настолько так как сейчас бы взял поставил рядом какой-нибудь мерседес и говорил вам что они очень где-то похожи ну ну нет может быть вам не видно но мне вот по эту сторону я просто сижу говорю вам что нет все очень сильно бросается в глаза они все классные все в принципе я даже скажу что я не получаю большое удовольствие но она тоже вот по-своему классная да потому что много денег не стоит раз во вторых до кучи она как бы нужна ну и просто пусть будет на эти как-то пусть будет поэтому да можно поиграться с мини чемс там да по открывать по заглядывать капот обязательно это фишечка просто изумительная сделано все шикарно но опять же захотите там универсал попробуйте универсал шикарен да действительно вот он очень мне нравится на самом деле был бы вариант еще в другом цвете непременно бы взял особенно вот в таком красном я бы сильно хотел конечно был бы универсал вообще же идеально шикарно смотрелся сначала мне не нравился вот этот фиолетовый цвет но знаете пересмотрел как-то я отношение к ней настало мне на самом деле нравится действительно на картинках как-то она не так ярко выглядела а вот вблизи вживую она конечно гораздо лучше просто модель блестит играет и в общем то понимаете что вы не зря заплатили деньги за такую приятную хорошую копию этой модели да может быть немножко дорого конечно когда они изначально выходили у от они стоили в разы дешевле там под 60 ровно 60 евро каждая из вот этих моделей стоила если бы ее забирали прямо у производителя но там перекупство там уже все это в общем эти модели уже очень сильно все дорого стоят просто и кстати найти допустим вариант универсала сейчас практически невозможно да вот они есть но их никто не хочет продавать на самом деле очень хорошая модель то же самое вот с альпиной альпину я давно хотел давно искал и вот в англии просто тоже все наверное закупились и больше никто не хочет продавать мини чем с первого выпуска тоже модель которую сейчас все держат никто не хочет продавать потому что понимают что копийность ну у них неплохая по сравнению с современными вот этими сейчас которыми появились вышли в двадцатом году вот но опять же все имеет право на жизнь версия от компании MCG тоже почему нет хоть и выглядит как модель но все таки ребят это игрушка такая игрушка которая становится на полку но вы об этом будете знать что у вас одна из этих моделей она немножко будет отличаться ну что в принципе что я вам хотел донести и рассказать у меня получилось рассказать я так считаю поэтому обозревать дальше я не вижу большого смысла то есть заглядывать им в салоны либо рассказывать захотите посмотрите у меня на канале есть индивидуальные обзоры на каждую вот и повторяться мне не очень хочется все ребят спасибо что смотрели полагаю вам было полезно все точечки над и как получилось не получилось я расставил во крайней мере для себя я точно все решил вот мы продолжаем собирать если получится еще найти каких-то пятерок вот 34 кузове допустим от той же вот ну просто больше нету я знаю что есть еще два варианта которые вот у меня пока отсутствуют они пока пока только в планах приобретения но все конечно же цена определяющий фактор если получится взять за адекватные деньги либо они просто появятся где-то в продаже я конечно возьму на этом все спасибо что смотрели буду с вами прощаться до только до следующего обзора всем желаю удачи будьте здоровы и пока купить в в в в в Продолжение следует...